Песня «Белая трость» Стать участником конкурса Дани Хачатурову не позволил возраст. В остальном мальчик очаровал и Диану, и публику. В 9 лет Данилу пишет стихи, поет, играет на баяне. Я вначале не хотел, баян-то я хотел, а вначале я не хотел идти вообще на вокал. Вообще не хотел идти. Не хотел вот. Потом, сейчас хочу, потому что меня распевками мучили. Мы с 4 лет стали заниматься в музыкальной школе. Изначально это было для того, чтобы ребенок валился в общество, чтобы он научился общаться с людьми, научился дружить. В Самару Диану Гурцкую пригласил глава города Олег Фурсов в рамках мероприятий, посвященных Дню инвалида. Она не только талантливая певица, но еще и член Общественной палаты России. И работает над тем, чтобы люди с инвалидностью могли нормально жить и работать. В Министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области Диана Гурцкая встречается с людьми, которые не просто создали с нуля свой бизнес, но и дают возможность работать другим людям с ограниченными возможностями здоровья. Я просто сама через это прошла, когда как так, то есть работать нет, а потом поняла, что почему я буду дома сидеть, то есть эти стены, которые давят на тебя постоянно, надо выходить в общество. Поддержку людям с ограниченными возможностями по самым разным направлениям оказывает правительство Самарской области. Задачу обеспечить комфортные условия жизни ставит губернатор Николай Меркушкин. Только в Самаре 99 тысяч инвалидов. И одним из приоритетных направлений работы власти является содействие в трудоустройстве. За последние 4 года создано более 2000 мест для маломобильных людей. Региональные власти предусматривают и финансовую поддержку предприятиям, привлекающим в свой штат людей с инвалидностью. Наши работодатели, их большую часть не надо убеждать, что это необходимо. И уже многие понимают, что люди с ограниченными возможностями это, ну вот нехорошее это слово, да, не инвалиды, а люди, которые могут работать, хотят работать и иногда даже работают лучше, чем здоровые люди. Не только работать, но и отдыхать. В Самаре люди с ограниченными возможностями участвуют в городских спартакиадах, паралимпийских фестивалях, в конкурсе «Рыбалка без границ». И своим примером они, как и Диана Гурцкая, вдохновляют молодых ребят находить свое призвание. Марина Матвеевшина, Сергей Баскин, События. Марина Матвеевшина, Сергей Баскин, События.